Какая сейчас ситуация на линии соприкосновения? Усилились ли атаки со стороны украинских силовиков? За последние 3-3 суток существенно усилились по всему фронту обороны. От Спартака до Песок. То есть позиции Сомали и Востока. Бьют артиллерии, танками, зужками, турами, минометами 82-ми и 120-ми. Насколько армия ДНР готова противостоять этим агрессивным нападкам со стороны Украины? И как противостоять этим силам? Как мы готовы? Ну я думаю они сами это чувствуют, как мы готовы. Уничтожаем. Те, кто прорывается, тех уничтожаем. Отвечаем по максимуму. По выявленным целям. То есть в пустоту и куда-то еще не стреляем. Только по целям. Командир батальона Сомали может это подтвердить. Совместными усилиями подавляем и уничтожаем. Недавно были вопросы в социальных сетях, что ДНР сдала свои определенные позиции и стоит один лишь батальон, который выдерживает на данный момент атаки украинских силыков. Это батальон Гиви Сомали. Ну вот задайте этот вопрос. Командиру батальона Сомали. Диви, скажи, вот сейчас часто начали поступать сообщения от Пасурина, в том числе от Министерства обороны. И мы сами слышим уже, вроде как не первый день здесь находимся, слышим звуки, но не работаем минометом. Чем по тебе вообще бьют? Ну не только по мне, по позициям батальонного Сомали. Работает крупнокалиберная артиллерия за 122 мм, за 152 мм, 120 мм, также регулярно работают танки за то, что именно крупнокалиберные. И это все учащается и учащается. Ну, украинская сторона обещает навести порядок, но это уже продолжается очень долго. Но они как, это хаотические обстрелы, единичные, или это слаженные действия с какой-то определенной целью захвата каких-то ваших рубежей? Или идет интенсивный обстрел? Просто провокация? Он идет регулярно. Но, можно сказать честно, наши люди готовы ко всему. И не нарушая ленинские соглашения, мы не собираемся. Если нас тронут, то мы получим команду на уничтожение, мы будем на верхнем уничтожении. Свои, в данный момент, границы, которые есть, в кавычках, на ленинские показания, мы не нарушаем. Если мы отвечаем, только отвечаем огнем на поражение и на подавление огня. Чтобы это не летело ни по нашим позициям, ни по мирному житию. Ну, пока вот как ты оцениваешь ситуацию вообще на ваших позициях конкретно? Все замечательно. Ничего плохого нет. Все на месте. Я прошу вас всех. Вот это вот в соцсетях, что он вкидывает, что он батальон «Восток» бросил, убежал. Я один. Нет, это не так. Батальон «Восток» как стоял, так стоит на месте. Ребята, ну, уже командир полка докладывал по ТВ, что... Да, они на Пасху с боем отступили. Да, я пришел на помощь. Я считаю, это правильно. Я могу вам в очередной раз сказать, что никто бы что-то про нас не говорил, два наших батальона умеют вместе работать. Да, у нас немножко разные взгляды на некоторые ситуации. Ну, это война, вы поймите. Кто-то заканчивал академию, кто-то от самого ушки. Поэтому ничего не получает слаженности. Но все вопросы решаются быстро, восконально и могу успокоить всех. Как «Спартак», как район «Жабуньки», как аэропорт. И от аэропорта плюс два километра. Все, что было наше, все осталось по-прежнему. А батальон ОУН, который по сообщениям украинских СМИ был разоружен и переформирован частично в 93-ю механизированную бригаду. Это все остались все те же националисты или кардинально поменялось их командование и действия? Нет, все те же. Они хотели просто поколоть и за выходкой на Пасху, что они нужны. Как батальон, который не подчиняется президенту в Украине. Ну, в очередной раз они получили от батальона Сомалии батальона срок параблю. Так же, как они получают сейчас в Широкино от моего друга Моторобода. Так что все замечательно. И вы скажите, пожалуйста, можно назвать ситуацию на линии соприкосновения перемирием? Или же все-таки это не совсем такая ситуация? С нашей стороны, да. С ихней нет. Как велесины и обстрелы, так и ведутся. Только, могу сказать честно, теперь они это делают очень издалека и бьют по нашим позициям. Мы не отвечаем, потому что бить по городам мы не будем. Это наши города. Нам их восстанавливают, нам их еще и все украинские захватчики восстанавливают. Ваше мнение как командира. На Минских переговорах, на вторых Минских переговорах, было принято решение отвезти технику, точнее орудия, превышающие 100 мм калибр. Буквально вчера нормандская четверка приняла решение, что и орудия, которые менее 100 мм отвезти. Вот как исполнялись Минские договоренности, вторые, и насколько вы считаете, отведут ли украинские силовики орудия минимум 100 мм, а по максимуму уже и остальное? Ну, украинская страна не отвела. Это уже доказано, уже не один раз. Они первые Минские договоренности вообще соблюдают? Они вообще ничего не соблюдают. Я думаю, и нормандская четверка, которая вчера была там, то же самое. Никто ничего не сделает. Вот это лжевидео, которое они выкидывают в интернет, и благодаря доблестным каналам 1+,1 и всем остальным, показывают, что типа колонны пришли в Киев, там на место дислокации и все остальное. Все это чистая ложь. Я не верю в это, не поверю никогда. В Авдеевке, в Авдеевке полна, забита техника и артиллерия. Я это знаю. Наша разведка работает, и все показано, видите. Я думаю, батальон «Восток» может быть подтвердили. Монах сейчас может рассказать про ситуацию с ОУН, про бой на «Вольвоцентре». По взбросам в соцсети, по телевидению о том, что батальон «Восток» сдал километр нашей земли, это полная ложь. Ни одного метра сдано не было. 12-го числа, когда был прорыв по «Жебунькам», мы были вынуждены отойти на запасные позиции. Однако с батальоном «Сомали» вернули свои позиции. Сейчас стоим там уверенно, ни одного метра не сдадим. То же самое был прорыв в районе «Песок», «Вольвоцентр». В ходе боя нанесли урон живой силы противнику. Трупы солдат вооруженных сил Украины были представлены журналистам. Также имеются пленные, которые сейчас проходят курс лечения в результате полученных травм. За вот этот период с 12-го по сегодняшний день нами отбито 5 атак вооруженных сил Украины. То есть минские договоренности как не соблюдались, так не соблюдаются. Вы хорошая оценка как боевого командира. К чему стремятся украинские силовики и какие их дальнейшие действия? Я думаю, что все их действия направлены на одно срыв минских соглашений, постоянные провокации. И для того, чтобы втягнуть в себя в действии, в том числе и Россию. И для того, чтобы спровоцировать как Донецкую народную республику, так и те страны, тех людей, которые нас поддерживают. Во время прорыва у вас какие-то потери безвозвратные были? Безвозвратных потерь у нас нет. Ранены порядка 6 человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!